МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В рамках российского инвестиционного форума Сочи-2017 состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между администрацией Ненецкого округа и автономной некоммерческой организацией Агентства инвестиций в социальную сферу. Подписи под документом поставили губернатор Ненецкого округа Игорь Кошин и исполнительный директор агентства Илья Ковалев. Предполагается, что агентство будет содействовать привлечению инвестиций в осуществление проектов в Ненецком округе в сфере образования и дошкольного воспитания, здравоохранения, общественного питания, строительства и эксплуатации жилищного фонда, ЖКХ для решения задач модернизации и повышения энергоэффективности объектов коммунального хозяйства, реализации государственной молодежной политики и патриотического воспитания подрастающего поколения в регионе. Кроме того, агентство готово содействовать передаче непрофильных функций социальных учреждений частным операторам, что позволит оптимизировать расходы бюджетных средств и повысить качество предоставляемых услуг населению. На сегодняшний день основным источником пополнения бюджета нашего региона остается добыча нефти. Два года назад мы взяли курс на изменение структуры экономики, движемся поэтапно по пути привлечения инвестиций в те отрасли, которые потенциально могут обеспечить экономический рост. Уверен, что подписанные соглашения позволят расширить возможности по созданию в регионе благоприятного инвестиционного климата, отметил Игорь Кошин. В Ненисском округе при участии политической партии «Единая Россия» приступают к реализации проекта по формированию комфортной городской среды. Они предусматривают благоустройство мест массового посещения дворовых территорий и обустройство парков. На эти цели планируется привлечь федеральные средства. С учетом средств бюджета округа, общее финансирование на 2017 год составит 100 миллионов рублей. На основе проектов «Городская среда» и «Парки малых городов» разработан проект «ЖКХ и городская среда». В его рамках в стране будут внедрены единые принципы благоустройства и формирования комфортной городской среды. Реализация проекта по благоустройству дворовых территорий и посещаемых общественных мест начнется в регионе уже в этом году. В настоящее время ведется работа по привлечению средств федерального бюджета для реализации мероприятий по благоустройству. Правительство России выделит деньги при условии софинансирования со стороны региона. Необходимые сигнования у нас учтены в расходах окружного бюджета на последней сессии в общей сумме 100 миллионов рублей. В том числе 75 миллионов на обустройство дворов и 25 миллионов на обустройство парков. Субсидии к бюджету городского округа на обустройство парков – 25 миллионов, на обустройство дворов – 57 миллионов 978 тысяч 600 рублей. Бюджету поселка-искателей на обустройство дворов – 17 миллионов 21 тысячи. В Ненинском региональном отделении партии «Единая Россия» отметили, что в реализации проекта максимально задействуют жителей округа. В ближайшее время начнется сбор заявок на ремонт и благоустройство придворовых территорий и мест общего пользования. Снова на замке. По данным компании Наринмар-Даримстрой, из-за метели и плохой видимости зимник Наринмар-Усинск закрыт для всех видов транспорта. На временной дороге задействованы более 20 единиц техники. Работы ведутся со стороны Наринмара и Усинска. В текущем сезоне на зимнике организованы три дорожно-ремонтных пункта. Там попавшие в чрезвычайную ситуацию водители смогут отдохнуть и дождаться необходимой помощи. Между ДРП, профильным окружным департаментом и службами, спасателями и полицией обеспечена бесперебойная связь. Информация о состоянии зимника актуализируется ежедневно дважды в сутки. На зимней дороге организовано четыре ледовых переправы через реки Шапкино, Лаевош, Лая и Харьяха. На крутых спусках и подъемах ведется дежурство бульдозеров. Для обозначения ширины полотна дороги и ориентации водителей в условиях пониженной видимости по обе стороны проезжей части установлены заметные на снегу вехи со светоотражающей пленкой через каждые 50 метров. О состоянии зимника можно узнать на информационных табло, установленных в начале временной автодороги в районе поселка Харьягинский и на Лаевошской дороге в районе асфальтобетонного завода. Доступный досуг В Ненинском округе будет создан комплексный центр дополнительного образования детей, который будет осуществлять методическую поддержку всех образовательных организаций дополнительного образования. Самому молодому 40, самой опытной за 85, с заслуженными медалями домой вернулась команда лыжников из Ненинского округа с первенства России по лыжным гонкам, который проходил среди спортсменов-любителей в Кирово-Чепецке. В Ненинском округе будет реализован приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для российских детей». В целях его реализации Департамент образования культуры и спорта планирует создать центр дополнительного образования детей на базе детско-юношеского центра «Лидер». Этот вопрос сегодня обсудили на заседании администрации округа. Планируется, что центр дополнительного образования детей будет осуществлять методическую поддержку всех образовательных организаций дополнительного образования в Ненинском округе. Он будет выполнять функции ресурсного, учебно-методического, организационного, экспертно-консультационного и социально-культурного центра в окружной системе доп. образования детей. Также центр будет обеспечивать согласованное развитие дополнительных общеразвивающих программ для детей различной направленности, в том числе естественно научной, художественной и туристско-краеведческой. Здесь хочется отметить, что есть поручение президента ПР-1205, пункт 2, которое предусматривает создание в каждом субъекте Российской Федерации опорных ресурсных центров дополнительного образования детей. Следующий документ, который соответствует данному распоряжению, это рекомендации Народного фронта в пункт номер 16 рекомендовать профильному департаменту провести работы по созданию ресурсного центра для координации деятельности образовательных организаций, реализующих дополнительные общообразовательные программы различной направленности. Центр должен быть создан до 1 октября текущего года. Таким образом, присоединение ДЮЦ-лидера ко дворцу спорта Норд, как это планировалось ранее, не произойдет. По словам руководителя департамента образования, принятие проекта распоряжения не потребует дополнительных бюджетных ассигнований из окружного бюджета. Ненецкий округ формирует запрос на 34 целевых места по востребованным для региона специальностям. Именно столько заявок поступило в региональный департамент образования от будущих работодателей и выпускников текущего года, на квотируемые места в 9 вузах страны, 31 заявка на наочное обучение и 3 на заочное. Запросы региона в адрес организации высшего образования страны направлены сегодня. Статистика показывает, что каждый 11-й выпускник округа в 2017 году планирует получить высшее образование в рамках целевой квоты и уже заключил договор со своим потенциальным работодателем. Целенаправленность специалистов для округа готовят для сферы здравоохранения и образования в вузах-партнерах округа ЦАФУ, Северном государственном медицинском университете и университете имени Герцена. В 2017 году в эти вузы планирует поступать 26 выпускников. Также востребованные кадры для экономики округа обычно готовят университеты Сыктывкара, Кирова и Санкт-Петербурга. Впервые заявки на целевые квоты от региона будут направлены в Национальный исследовательский ядерный университет МГТУ имени Баумана. В Ненинском аграрно-экономическом техникуме сегодня было жарко. На учебной кухне три пары рук одновременно готовили холодные закуски, горячее и десерт. Пир горой устроили не просто так. Сегодня стартовал первый день чемпионата молодых специалистов WorldSkill Russia. В компетенции поварское дело на протяжении нескольких дней будут состязаться 12 человек. Первые кулинарные шедевры были готовы уже к 12 дня. Что подавали конкурсанты на Судэкспертов, увидела наша съемочная группа. Конкурсный день расписан буквально по минутам. С самого утра на кухне кипит работа. За несколько часов участникам состязаний нужно приготовить три позиции. В качестве холодной закуски рулет из птицы, на горячая рыба, на десерт песочное печенье. Каждому участнику дан один обязательный ингредиент. Заявку на остальные конкурсант подал за неделю до состязаний. Поэтому что будет на тарелках в итоге, зависит только от фантазии участников. Одновременно на кухне находятся три конкурсанта и десять экспертов. Последние своим профессиональным взглядом оценивают ребят по различным критериям. Пять экспертов у нас на субъективных критериях оценки. Они оценивают внешний вид этого блюда, консистенцию этого блюда. Вообще смотрят, как им нравится, не нравится это блюдо. И далее объективных тоже пять человек у нас, которые замеряют температуру, вес и соответствие блюда-меню. В аудитории стоит звенящая тишина. На лицах участников читается полная сосредоточенность. Первое блюдо – холодную закуску – нужно отдать уже к двенадцати. Эксперты строго отчитывают положенное время. Когда основной ингредиент и гарнир готовы, приходит время сервировки блюда. Мало только приготовить, нужно ещё и красиво подать. После начинается самое интересное. Каждое блюдо подвергается оценке. Эксперты сначала взвешивают, затем измеряют температуру. А в соседней аудитории уже ждут трое оставшихся экспертов. Им повезло больше всех. Они будут дегустировать блюдо. Вы должны сейчас попробовать всё это вместе. То есть взять курицу, самогнуть её в соус, попробовать, как это будет соусом и с гарниром. Потом каждый ингредиент отдельно. То есть попробовали начиночку отдельно, попробовали мясо отдельно, попробовали гарнир отдельно. Там у нас, помните, да, есть? Отдельные вкусовые качества. И одну ведомость вы мне должны сегодня сдать. Стоит отметить, что все эксперты – профессионалы своего дела. Представители предприятия общественного питания. Жюри не знает, кто приготовил блюдо. Исключается полная предвзятость и заинтересованность. Свои оценки после дегустации эксперты фиксируют в специальных ведомостях. Всё в соответствии с международными стандартами. Дегустаторы оценивают каждое блюдо на стиле и креативность подачи, общую гармонию вкуса и аромата, вкус каждого компонента и блюда в отдельности. Первые кулинарные шедевры пришлись по вкусу. По словам экспертов, уровень ребят их порадовал. А блюда по подаче и вкусу не уступают блюдам ресторанного меню. Можно взять на вооружение. Ребята используют соус, приготовленный из северной ягоды, который, в принципе, используется очень часто к дичи и в северной кухне. Поэтому, да, конечно, всё может быть. Теперь ребятам остаётся только ждать. Результаты станут известны после того, как состязания в компетенции «Поварское дело» пройдут все 12 человек. Призёрами станут трое. И только один поедет на отборочный чемпионат в Республику Якутия. Ирина Цепетова, Антон Водряков, Телеканал Север. Ирина Цепетова, Антон Водряков, Телеканал Север. Но остальные участники поскромнее, но поддержали тоже общий командный за счёт. Нужно отметить, что из более чем 40 команд участников, команда округа заняла 14 место общее. По словам Игоря Шевелёва, соперники были сильные, как, впрочем, всегда. Но в нашей сборной тоже есть свои герои, такие, как Софья Кожевина. Сильнейшая лыжница не только в России, но и за её пределами. В копилке Софьи Константиновны 25 золотых, с Кубков мира 8 серебряных и 7 бронзовых медалей. Вот и в этот раз она показала лучший результат и заняла 3 первых места. Кстати, в этом году первенство мира по лыжным гонкам пройдёт в Швейцарии, в следующем году в Америке, а ещё через год в Норвегии, куда наши лыжники планируют попасть обязательно. Ненецкий округ занял почётное 13 место по результатам исследований Российской гильдии пекарей и кондитеров с 2012 по 2015 годы. Ненецкий округ по развитию хлебопечения вошёл в число ведущих регионов в данной сфере. Таковы результаты исследований Российской гильдии пекарей и кондитеров с 2012 по 2015 годы. Среди 85 субъектов Ненецкий округ занял 13 место, улучшив свои позиции на 49 пунктов. Также, согласно исследованиям организации по индексу потребительских цен на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта, Ненецкий округ занимает первое место. Кроме того, регион признан лидером и по количеству субъектов хлебопечения на 10 тысяч жителей, по численности занятых хлебопечений на 10 тысяч экономически активного населения, а также по количеству субъектов мелкорозничной торговли на 10 тысяч жителей, осуществляющих реализацию хлеба и хлебобулочных изделий. По информации специалистов Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса округа, в регионе субсидий на производство хлеба и его доставку из бюджета региона получают 18 предприятий. Это потребительские общества, хлебозавод, МУП «Амдерма», СПК РК имени Ленина, СУЛА, а также общества с ограниченной ответственностью и физические лица. По предоставленным в профильный департамент данным, в минувшем году они произвели более 1600 тонн хлеба основных сортов. В тепличном комбинате «Солнышко» приступили к сбору тюльпанов. Посадка луковиц в грунт осуществляется в октябре, чтобы к концу февраля бутоны цветов начали приобретать окраску. Теперь работникам теплицы предстоит срезать и упаковать тысячи тюльпанов к основному наплыву покупателей, которые в теплицах агропромышленной компании ожидают в начале марта. Как выращивали живые и ароматные подарки, узнала Любовь Пермякова. Сейчас на тепличном комбинате «Солнышко» самая красивая пора. Все сотрудницы предприятия буквально утопают в цветах. И виной тому международный женский день. Срок высадки луковиц был рассчитан таким образом, что в преддверии праздников вся эта поляна превратилась в цветочный лук. Сейчас цветам, как и женщинам, нужно особое внимание, ведь идет срезка тюльпанов. Ну не просто срезка, мы достаем из земли тюльпан с луковицей, чтобы сохранить ему питательные свойства, чтобы он не увидал, чтобы он питался еще эту неделю. Если вот на сегодня, допустим, пошел на срезку, чтобы он еще неделю свое питание получал. Поэтому луковицу мы ему сохраняем. А удаление луковицы идет непосредственно перед формированием букетов. Формировать букеты в этом году, по словам Галины Чебыкиной, одно удовольствие. Ведь кроме традиционных сортов, в солнышке появились новые иностранные красавицы. Томпус, королла ильдельфранс в этом году на тепличном комбинате солнышка посадили более десяти сортов тюльпанов. От белого до вишневого цвета. Особой популярностью пользуются желтые тюльпаны. Кстати, каждый день на тепличном комбинате остается все меньше таких солнечных цветов. Как оказалось, в суеверии окружные мужчины не верят. Пользуются спросом. Первые годы, когда у нас появился желтый тюльпан, говорили мужчины, ой, подумает тот, кто будет получать этот цвет разлуки. А сейчас все понимают, что это цвет солнца, радости. И мужчины даже просят, мне, пожалуйста, желтеньких. Желтые, красные, персиковые и розовые. Сколько всего посадили цветов сотрудники комбината, не говорят. Это коммерческая тайна. Известно только то, что все тюльпаны имеют голландские корни. А значит, считаются эталоном красоты и высочайшего качества. Несколько столетий назад такие цветы оценивались баснословными суммами. Например, в свое время за одну луковицу была отдана пивоварня, а за три редких луковички – два каменных добротных дома. Прекрасные цветы с голландскими корнями и наринмарскими стебельками, помимо того, что красивы, еще и очень стойкие. Они могут радовать свою обладательницу до десяти дней. Помимо тюльпанов, в тепличном комбинате есть цветущие комнатные растения – королевские герани, бальзамины и цикламены. Такие цветы будут благоухать круглый год. Такова информационная картина этого дня. Мы следим за развитием событий. Увидеть новости вы можете также и на нашем сайте адрес trksever.ru. Далее смотрите прогноз погоды. Продолжение следует...